Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители типа канала Daily Europe Online. У меня гостя Дмитрий Валерьевич Потапенко, известный общественный деятель, политик, предприниматель. Здравствуйте, Дмитрий Валерьевич. Добрый день. Зрители, я попрошу подписаться на канал, это очень важно. Вы можете поддержать канал лайком, подпиской, донатом, всем, чем хотите. А мы сегодня говорим о гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Это событие случилось как раз аккурат к нашему эфиру с Дмитрием Валерьевичем, поэтому есть что обсуждать. Дмитрий Валерьевич, насколько для вас стала очевидная подобная развязка, неожиданная? Или ожидаемая, наоборот? На мой взгляд, это ожидаемая была развязка. Вопрос в каком формате? Потому что после силовых переговоров, которые, как я уже говорил, которые не были мятежом, как в любой мафиозной структуре, соответственно, или в любой византийской структуре, вопрос был не в том, до чего они договорились, а вопрос в том, что они не проговорили, насколько это обидело или задело. Поэтому, в общем-то, в принципе, по большому счету, жертвы в виде этих людей, а там много людей было, там их 10 человек, ну, была достаточно предсказуемой, не сказать, что ожидаемой, потому что, в общем, смыть брошенную перчатку кровью, ну, это такая самая высшая степень, потому что теоретически смыть кровью можно было, уйдя в Африку, сделав какой-нибудь переворот, это тоже смывание крови. Это такие, кинутую перчатку верховному правителю. Ну, было выбрано такое решение. Я, в общем, поскольку мы все-таки поколение, которое видели, все уже разборки просто на другом уровне, ну, да, произошло, бывает. То есть, Дмитрий Ильич, правильно я понимаю, что произошедшее с Пригожиным, это реализация старого доброго принципа Владимира Путина, есть враги, есть предатели, очевидно, такие люди, как Яшин, это условный враг, классовый враг, такие люди, как Пригожин, с которым, как я понимаю, Путин им был на «ты», оказался предателем. Предателем, предателем, да, конечно, поэтому. Но это не Владимир Путин придумал, это же задолго до него. Смотрите, какой-нибудь клан Сатана и все остальное. Тони, как это, разговор их на лодке, когда они выезжают в море порыбачить. Тони, я когда, как говорится, придет мое время, я выдержу. Вот, в общем-то, собственно говоря. Буду ли я сильным? Поэтому каждый в этой системе координат прекрасно понимает, что его конец таков. Поэтому, в общем, ключевой вопрос, что как сейчас пройдут похороны? Обычно похороны должны быть, это очень важный ритуальный процесс. Кто будет? Потому что каждый сейчас, многие там начинают обсуждать, как будет делиться наследие Пригожина. А вот это как раз не важно. Потому что наследие Пригожина настолько токсично. При бандитах было такое понятие растить кабанечка, когда, соответственно, на какого-то коммерса или на женщину коммерса вывешали все имущество. А потом обычно ввалили. Поэтому, как говорят, ну, если будут лихие головы, и не надо думать, что там хоть кто-то окажется, что имущество Пригожина и его наследие окажется там бесхозным. Сейчас как раз вот похороны будут очень интересны. Почести, которые будут ему воздаваться. Это интересно. Знаете, когда я узнал об этой новости, я, прежде всего, вспомнил принцип Питера о том, что каждый человек достигает предела своей неприятственностью. И вот воистину это, мне кажется, хорошо определяет Евгения Пригожина. То есть, как бы, перешагнув какой-то уровень, попытавшись действительно забраться вверх, Пригожин несколько раз ударился головой в потолок и просто упал с лестницы. То есть то, о чём вы, в принципе, говорили несколько месяцев назад, когда вы говорили о том, что перед ним стоит очень важная задача либо запустить своих апостолов, либо самому приподняться. Ну, хотя бы на уровень, который есть у Кадерова. Но Пригожин, в принципе, так и остался условной дворняжкой в российской элите. И он не смог пересылать на уровень. Он не смог перейти на тот уровень. Я же говорил о том, что его стратегическая задача, когда вы правильно цитируете, это аджат, что называется. То есть поставить базис 12 апостолов и выйти на уровень следующий. Он этого не смог. То есть задача не была. Он так и остался чистильщиком? Да, он остался чистильщиком. Да, абсолютно верно. Тут, ну, простите, я понимаю, что публика будет обсуждать зубоскальт что-то другое. Меня интересует больше, кто будет следующим чистильщиком, потому что система без чистильщика не обойдётся. Кому перейдут имущество? Ну, зубоскальте, нравится вам это. Там обсуждение, сколько у него, чего там найдут. Извините, там, вплоть до порнографических картинок. Мне будут неинтересны, мне будут интересны совершенно другие вещи. Кто приедет, как будет приедеть, потому что, ну, понятно, что это ошибка пилота, ну, и так далее. Это уже техника вопроса. Мне в этой Византии как раз интересно те важные, как это, как в обычных узорах, в таких старых, старинных шкафах с секретом обычно незаметные детали являлись спусковыми механизмами. Вот это будет интересно. А сейчас там тело к телу, всё по праху к праху. Хочется поговорить о том, каким он был, какой он был тварью. Ну, я там не знаю, с какой-нибудь там, может, не христианской моралью, но поговорите. Вам это полегчает от этого. Ну, ок. В этой всей истории, мне кажется, тоже очень важный, как бы, срез, о котором мы тоже с вами говорили, о том, что человек как бы в исково не находился, какими бы деньгами не оплатал, каким бы объёмом информации не обладал. Тем не менее, ему свойственно совершать абсолютно алогичные поступки, при том, чем больше информации, тем реально хуже ты можешь обрабатывать, и ты видишь уже картину в частности, а ты не видишь картину в целом. И, мне кажется, пригожен иллюстрирует это. Ну, в целом, да. Чем бы, вот, например, я всегда, ну, я не то, чтобы удивлялся, я понимал, почему это происходит, что люди, например, те же исследователи мозга, вот этим, там, Бехтерева, и же с ним, они очень сильно увлекались вопросами непознанного, так называемого. Но если еще вопросы веры, то еще куда не шло, хоть как-то на что-то опирается. А вот, если вы заметите, зачастую профессора, академики вылезают в такие дебри, архаики так называемых, соответственно, культов, и это тоже понятно. Потому что, когда человек стучится вот в этот стеклянный потолок, он понимает, как это, известная фраза, я знаю, что я ничего, не знаю. Человек начинает искать хоть какую-то опору. Он не может понять, что он сидит, висит, на самом деле, с точки зрения своего знания и незнания в безвоздушном пространстве. И опора-то у него только одна, это он сам. А он все время ищет, чтобы прикоснуться к чему-то и кому-то. В этом основное. И это Пригожин в том числе. Просто другое дело, что это вот тот уровень образования, тот уровень знаний, возможностей. Да, просто обычный чистильщик, его там и оставили, и он не смог выполнить стратегическую задачу, при том, что тактически он был хорош. Вопрос, кто будет теперь за него. А то, что за него точно будет, а то, что сейчас будут сейчас все те, кто находились вместе с ним прекрасно, и даже не те, кто вместе с ним пропагандисты и все остальные, прекрасно понимают, что нет никакого, в чем проблема, соответственно, современной сейчас пропаганды, в том, что нет четкого критерия, когда ты при власти или не у власти. Евгений Виктор Пригожин тому яркий пример. Там, три, пять месяцев назад ношение шевронов Вагнера, это было не просто социально одобряемо, это было, ну, приветствовалось, надо было слагать ему песни, гимны. Сейчас это уже не социально одобряемо, а, соответственно, в культ Вагнера, в культ, вернее, Евгения Викторовича Пригожина вписались очень-очень многие, не опираясь опять-таки не на себя как центр вселенной своей, а начиная опираться вот на какой-то внешний контур. И, соответственно, вот, представляешь, сейчас вот там 25 тысяч Вагнеров прекрасно понимают, что не могут оказаться следующими. А пропагандисты, могут ли они оказаться следующими? А есть ли для пропагандиста сегодня тот элемент верного присягания, который не как в том клане Сопрано скажет «Тони, а я выдержу?» Но в какую секунду мафия примет решение, что ты отступил от ее законов, зависит не от твоего поведения, зависит от решения мафии, а оно нестандартизировано. В этом-то и разница между понятиями и законами. Именно поэтому весь мир старается выстроить законы, а не понятия, для того, чтобы было однозначно трактуемы, имеющие единственную единицу измерения, правила и решения. А понятия всегда флуктуирующие. Друзья, не забывайте подписываться на канал, лайк, комментарий, обязательно подписывайтесь, это помогает продвижению канала. Дмитрий Валяевич, помимо Пригожно был убит, погиб Дмитрий Уткин. При всем его, скажем, маниакально-криминальном таланте, тем не менее таланте, тем не менее он, видимо, был неплохой организатор наемников, убийц. Он профессионал, он был профик, поскольку я частенько упоминал, что как раз Дмитрий Валяевич Уткин, он широко известен в узких кругах, был со времен двух чеченских войн. Он действительно был очень талантливым, скажем так, руководителем спецподразделений, потому что именно он был основой Вагнера. А фронт-энд, ну, потому что, опять-таки, мы тоже в наших с вами эфирах все обращали, а вот Пригожин сказал, а вот это сказал. Уткин никогда, он никогда не трындел, но этот человек спец, это вот прямо спецура, такая классика жанра. И вот поэтому у меня вопрос. Владимира Путина знаем не первый день и, к несчастью, не последний. Он уже 23 года власти. Мы помним, когда Путин разгонял структуры моста, он убрал, отстранил руководство, но самых таких одаренных журналистов, он все-таки старался приближать, покупать, и они постепенно становились там пропагандистами в разной степени, от Мачкевича до Норкина и прочего. Соответственно, то есть Путин никогда не разбрасывался профессионально. Вот убийство Уткина, оно, безусловно, было показательным, потому что можно было ликвидировать Пригожина без Уткина. На наш взгляд, почему на это пошли? Уткина тоже рассматривают предателя? Я думаю, что это Уткин, там еще есть один, я фамилию сейчас его не вспомню, он отвечал за логистику, это тоже один из важных игроков Вагнера, это допустимые потери. Такое случается, ну да. И поэтому я не просто так говорю, интересно, кто будет следующим чистильщиком. То, что он будет, это однозначно. Это вопрос времени. Либо он уже есть, либо отсматриваются кандидатуры, но чистильщик будет, их будет и не один. Как вы считаете, сама вот эта форма, в принципе, Пригожина могли по-разному достать, и автокатастрофа, и все что угодно, но вот то, как это было сделано, это не оставляет никаких сомнений, что это просто сбило ПВО, ну, Пригожина как птичку. Ошибка пилота. Ошибка пилота. Да, особенно, конечно, ну, потому что я просто либо теракт как-то этих жидобандеровских групп. Еще у нас есть еще вторая версия. Ну, эту версию озвучил Соловьев уже в эфире у себя. О, слава богу. Бедная его мама. Почему именно так? Честно говоря, это действительно показательное выступление, ну, то есть, ведь, как, извините за легкий экскурс, как в 90-е, как в 90-е образовывались банды. Что такое банка? На самом деле банды образуются везде. Молодняк вообще склонен сбиваться в стае. Потом, если этим стаям не дают отпора, но это вы можете увидеть в обычных торговых центрах. Вот они сначала просто сидят, просто балакают, а потом начинают, что называется, трясти себе подобных на деньги. Потом, если там нету какой... Почему во многих торговых центрах есть такая минимальная охрана, которая, грубо говоря, должна их разгонять, из разряда больше двух не собираться. Потом они переходят к тому, что трясут там палатки, ларьки. Вот, собственно говоря, так же и происходило, только торговых центров не было. Были сначала спортсмены, они сначала сбивались в стае по спортивному признаку. Были там афганцы и же с ними. Первые, соответственно, разборки были на кулаках, ну, там, без применения минимальных средств автоматизации, я в кавычки поставлю слово, там, какие-то примитивные кастеты, биты, все остальное, то, что можно было изготовить. Следующая итерация, это когда появился там первый ствол. Это прямо было, ну, то есть, это интегральный переход, когда, в общем-то, разборки перешли, в общем-то, в том числе и с пострелушками, а потом уже и с убийством себе подобным. А уже более высокая итерация, это когда спицура пришла в банды. Что такое спицура? Это, соответственно, люди, которые вернулись из Чечни, из Афгана, и которые, в общем, зная, ну, вот сейчас скоро вы можете, чтобы представлять это совсем наглядно, скоро освобождается Саша-Солдат. Саша-Солдат в свое время это был профессиональный киллер, ну, высоко профессиональный киллер, который исполнял многие заказные убийства. Так вот, Саша-Солдат по сравнению с тем, как он работал тогда и как работают сейчас, ну, это вот, в общем, как-то первая перестрелка, второй сорт не брак. Сейчас просто перешли на другой уровень. Исполняется системой взрывчатки в самолетах. Согласитесь, как это ритуально в небе частный борт забивается. раньше взрывали просто обычно взрывался Мерседес. Причем взрывался банально. Не на проезде, потому что охрану... И как Сильвестр в свое время взрывал Березовского? Ну, да, конечно, да, абсолютно верно. Ну, тогда это все-таки сложная была операция, то есть надо было заложить под машину, но никто не делал засады и все остальное. Здесь прям теперь раз и в небе. Это как раз к вопросу о том, что любого там, хоть пропагандиста, хоть, не важно, ультрапатриота, хоть наоборот, либерала валить будут теперь по новому правилу. Дмитрий Валяевич, вот мы как бы в завершении программы говорим уже о характере этого акта, то есть то, что это было такое показательное сбитие самолета Пригожина. И собственно характер этого акта мне напомнил другое событие, которое произошло 21 год назад, когда была трагедия в Красноярском крае, погиб генерал Лебедь. Да, это воспринимали как несчастный случай, равно как и гибель Михаила Евдокимова. Но то, что произошло с генералом Лебедем, это скорее напоминало попытку избавиться от популярного политика 53-летнего, то есть собственно немного старше самого Путина, человека, которого представляла армию, как в свое время Рохлин, то есть это люди одинаковых калибром, человека, который был самостоятельным политиком, и точно бы не прогинался под Владимира Путина. Я даже сомневаюсь, что Лебедь одобрил бы даже при его пренестровском опыте, он бы одобрил агрессию России против Украины. Так вот, от него избавились. Вот если посмотреть на вот эту сторону, не кажется ли вам, что одна из причин ликвидации Пригожного была ревность к тем эмоциям, которые он вызывает в участии, скажем так, россиян? Ну, я бы не сказал, я бы не сказал, что именно ревность, я думаю, что существенно проще. Лидер должен доказывать, что он, что Акела силен, а перчатка была брошена, и в системе координат, соответственно, Византии, ну, как-то лидер должен показывать, что он умеет, что он еще неисписанный лев, что он умеет кусаться. Лев показал, что он силен, что будьте подконтрольны, иначе вам кирдык. Другое дело, что опять-таки это для многих означает, что нет прямого критерия, поскольку Лев не устанавливает эти критерии лояльности, что вы останетесь в безопасности. Вчера раздавались в социальных сетях разные призывы возмездия в адрес Владимира Путина, которые пальцами стоят Евгения Пригожина, то есть образный виндетт, но уже Владимира Путина, так сказать. Понятно, что это все от слов к делу очень длинный путь, но нулевой, я бы сказал, просто нулевой. Если, на ваш взгляд, все-таки некие круги, условные, которые бы сейчас были заинтересованы в том, чтобы, скажем так, что-то случилось с Владимиром Путиным, те, например, которые были возле генерала Суровикина, вообще хоть кто-нибудь, не может быть такого, чтобы это была как монолитная статуя, это же самая монолитная статуя, есть свои изъяны. А вот есть ли сейчас какой-то срез круга, который как-то состыковался с Пригожиным, с частью спецслужб, которые бы хотели избавиться от Путина? Ну, даже если кто-то подобного рода люди есть, у меня мало сомнений, что, соответственно, такие люди присутствуют, они точно сейчас будут заниматься выживанием, потому что они прекрасно понимают, что репрессии продолжатся. Ну, а это один из видов показательных репрессий. Ведь в чем логика, ведь многие же не понимают, в чем логика мафии, когда она убивает там показательно там с какими-то жестокостями. А это именно как раз, чтобы поселить страх. Потому что можно же просто, условно говоря, убить, нет, обязательно там либо взорвать, либо там избивают биты, ну, то есть, чтобы человек становился овощем, то есть, чтобы как-то мерзость длилась. Собственно говоря, если мы посмотрим опять-таки историю человечества, почему были публичные казни, причем очень жестокие, не просто убивали человека, его разрывали, отрезали там, ну, человечество вообще вот любит поиграть с себе подобными, ну, вот в подобного рода эмоциональную мерзость. Дмитрий Вячеславович, в завершении, вот сейчас, ну, я не знаю реакцию российского политика на то, что случилось, но подозреваю, что многие чисто в стиле футбольного матча они обрадовались случившемуся, потому что гибли пригожно, как бы победили значит наши и прочее, прочее. Но вот если, скажем, абстрагироваться от этой эмоциональной оценки, тем не менее, мы видим, что ставка вот в этой игре, она действительно уже ценой в жизнь, да, так или иначе, где бы ты ни находился, уже понятно, что когда публично происходит такая казнь, а это именно публичная казнь, это даже не убийство Вестимирова и не убийство Политковской, это убийство Пригожина, причем вот тут совершенно ясно, это не то, что человек с заточкой к нему подошел в темном переулке, это понятно, что сделало государство. Вот ощущают ли сейчас люди, находящиеся в системе, вот это вот, ну скажем так, ценность пребывания там, а самое главное ценность выхода оттуда, да, потому что выход оттуда уже в принципе тоже может измеряться жизнью. Как-то вход в рубль, выход два из этой системы, из мафии нет выхода, не должно быть никаких иллюзий. Выход только через кровь, то бишь только через смерть, причем далеко не обычный выход из мафии, мафия и выход через смерть семьи, а не одного человека, ни при каких обстоятельствах это не носит характер, смерть одного. именно этим мафия и сильна. Ход рыву, рубль, выход три. Дмитрий Валерьевич, спасибо вам большое за это интервью, я очень надеюсь, что зрители поддержат лайк, подписка и вот это интервью, если оно им понравилось. Огромное спасибо, Дмитрий Валерьевич. Спасибо.